Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте В Евангелии Анатфея продолжаем говорить о смерти Иисуса Иисус ушел из этого мира Из-за вися в храме разорвалась сверху донизу Об этом мы говорили на прошлой лекции И теперь любой может войти во святилище Без переживания входи во святилище Любой может войти во святилище Именно об этом мы говорили Здесь написано И вот завися в храме разорвалась надвой сверху донизу И земля потряслась И камни расселись И гробы отверзлись И многие тела усопших святых воскресли Прежде чем Иисусу прийти на землю Эта земля была во грехе Как вы думаете, что было бы землей, если бы не было бы греха? В Библии написано Возьмите за грех смерть Может быть, не было бы смерти Из-за греха пришла смерть и захватила нас И из-за греха мы мучаемся, страдаем и печалимся Да, и через то, что Иисус Христос умер на кресле наши грехи лишены Да, написано, что многие тела усопших святых воскресли Знаете, если бы мы жили бы в мире, в котором нет греха Я не знаю, у вас был такой опыт или нет Знаете, когда мы, например, кому-то доверяли очень, а этот человек вдруг противится мне Тогда мы вообще не знаем, как поступать Да мы думаем, как человек, который верит в Иисуса, может поступать? Непонятно Да, конечно, часто из-за денег появлялись такие проблемы Да, конечно, деньги – это важная вещь в жизни Но неужели так можно поступать из-за денег? Знаете, порой я думаю об этом И потом я начинаю ярко чувствовать, что Сатана видит души людей Сейчас в этом мире мы можем увидеть, что очень многих людей ожесточенное сердце, они живут ради себя и очень не чувствуют любовь к другим людям Но я порой думаю, если бы не было бы Сатаны… Если бы не было Сатаны… Да, написано, что Сатана в конце войдет вечное наказание Говорят, что тему безграничную, то есть какая-то тема будет там И люди когда со мной headsалось рабочим души произошел, они тогда живут NI, если вы только так евро снимали Да, когда Сатана будет бросена во тьму, тогда они будут говорить, ой, дорогая, почему мы раз ругались, из-за чего, это же такие пустяки, зачем им надо было ругаться? Здесь супруги, брат, они слушали и засмеялись немного, мне кажется, я понимаю этого брата, мне кажется, они недавно ругались, я думаю, в следующий раз они скажут, Сатана сейчас действует, почему мы ругаемся? Сейчас тебя Сатана обманывает, поэтому оставите мысли, если бы не было бы Сатаны в нашей душе, если бы мы доверяли друг другу, могли уповать, то как было бы хорошо и красиво жить в этом мире? Знаете, ведь супруги женились, когда они любили, но вдруг появляется ненависть друг к другу, они ругаются, один ненавидит другого из-за чего-то, другой раздражает почему-то Да, я не понимаю, почему мужи ругаются с супругами, ведь надо ругаться с Сатаной, который управляет с женой У нас нет 믿음, нет 능력, нет 능력, Сатана не чувствует, поэтому они друг друг друга Да, мне кажется, у мужей не хватает веры и силы, поэтому они ругают жену, а не Сатану, который мешает А я жами, все улыбаются Сестры сейчас все улыбаются Жами-то так же Тоже самое касается и сестер Правильно Правильно Если бы злой Сатана не мог действовать в нашей душе Тогда мы, наверное, были бы очень счастливыми Порой мне присылают братья некоторые письма Есть братья, которые рассказывают о некоторых трудностях в их жизни И тогда каждый раз я вспоминаю девочку, которая написала 5 главе 4 царства Это девочка, которая служила жене Неймана, она была взята в плен из Ханаана Обычно берет в плен солдат Я честно не знаю, как эта девочка оказалась в плену Она стала в плен и пришла в Дамаск И ее привели в дом Неймана И она стала служанкой у жены Неймана Вы представляете, от одной мысли нам кажется, что ее жалко очень Но эта девочка, она совсем не чувствовала себя жалкой Она имела такой мир души, который другие не имели О, наш генерал, он прокаженный Если бы он встретился с нашим пророком в Самаре, тогда он бы исселил его А, наверное, это больно Богу, чтобы я была здесь Чтобы я передала ему об этом, я пришел сюда Если наш генерал выздоровеет, как он будет счастлив? Мне тоже будет очень радостно Так, когда мы сейчас думаем, тогда словами нетрудно описать, как ей было хорошо Действительно, это так Когда мы находимся в одной ситуации и смотрим Когда мы смотрим глазами сатаны, тогда нам кажется, что у нас есть только отчаяние и разочарование трудностей Но если находимся в одном месте, мы смотрим честь Духа Господа Бога, тогда все кажется по-другому Например, заболели раком, но и человек, если имеет мысль отчаяния И человек, который имеет также рак, но имеет также душу Господа Бога, любовь, тогда он совсем по-другому к этому относится Господь пришел для того, чтобы убрать наши грехи из души И также он сказал, чтобы победить смерть Если посмотреть 15 главу 1 Посланника Олимпиона То есть, если смерть побеждает и поглотит, то что это значит? То есть, если смерть побеждает и поглотит, то что это значит? Победа символизирует Иисуса Иисуса Порой мы видим, что утро ловит рыбу и сразу глотает Это очень-очень интересное Обычно, что это значит? Нальчимсон, сэдерон Иисуса Удивительно, когда мы смотрим на птиц, они просто глотают Мы ездили на машине и поехали в водопад Наягара Моя жена сделала рёбра и мы приехали на Наягара и мы начали готовить И мы, поскольку готовили мясо, люди начали подходить, потому что чувствовали тапа Да, студенты смотрели на нас Мы спросили, а вы откуда? Они сказали, мы из Японии Я спросил, хотите немного? Я спросил, а можно? Да, угощайтесь И школьники, они ели, очень вкусно ели Да, моей жене было приятно не когда я ел, а когда школьники ели И потом чайки вдруг прилетели И мы бросали немного И там была кость где-то вот такого размера И чайка проглотила кость И шея прям застряла Но ей как будто ничего страшного Знаете, люди говорили бы, что она умрёт Я не знаю, как выглядит желудок птицы Но она проглотила кости нормально И даже видно, что она вроде бы в шее И даже видно, что она вроде бы в шее И понимаете, птицы, даже в шее вещи они глотают просто Так, 3 км назад, уже не было Но сейчас у птиц нет зубов Поскольку у птиц нет зубов Поэтому у птиц нет зубов Поэтому у птиц нет стоматологии для птиц А пока в Севере у птиц очень много, но у птиц нет стоматологии Знаете, в Севере очень много стоматологии Но нет стоматологии для птиц Да, и поэтому она, например, ловит рыбу И сразу глотает просто Если человек проглотит, не прожев Тогда это будет проблем Для птиц нет Когда Иисус достигает какой-то уровня Да, написано, что он побеждает смерть и проглотывание То есть Иисус взял и проглотнул смерть И те люди, которые живут в этом времени, будут говорить Папа, знаешь, у меня есть вопрос Что же тебя так интересует? Папа, что такое смерть? О, смерть О, смерть Говорит о том, что человек умрет Что человек умирает? Да, сейчас не умирает, но когда мы раньше были во грехе, мы умирали Ты не знаешь, хочешь я расскажу? Мой отец, т.е. т.е. твой дедушка тоже умер Когда мне было 8 лет, моя мама умерла И 40 лет, моя отец умер Когда мне было 40, мой отец умер Когда мы слепо и 괴로워 Мы печалились, нам было мучительно Папа, я плакал, многие плакали Папа, неужели было такое? Папа, неужели было такое? Да, было такое Обычно люди умирали, когда им было 60-70 лет Но в то время было тяжело жить, поэтому даже дети умирали Муре 빠чу и умерли Многие люди умирали в воде Если человек умирает в воде, умирает? Многие умирали Тогда очень многие умирали Кангтай, когда они плавали в речке, и уносило их волной Папа, когда они плавали в воде, и умерли Папа, почему человек плавает и умерли? Мы же не умираем сейчас Многие люди заболевали раком и умирали Ты просто не знаешь, но в то время была даже профессия врача Человек, который проводил похороны, который чистил тело и готовил к похоронам людей Папа, неужели даже такая профессия была? В то время была смерть А почему мы сейчас не умираем, Папа? Потому что Иисус поглотил смерть Да, смерть была повреждена и поглотена светом Знаешь, кого смерть больше всего боялась? Боялась больше всего Иисуса А в жизни Иисуса был человек по имени Лазарь и он умер Да, у Лазаря было две младшие сестры, они троём жили вместе Однажды пришла смерть и начало вести Лазаря Но он не смог победить смерть И также сёстры говорили Брат, пожалуйста, не умирай, не умирай Но в конце концов не смог победить смерть и умер Лазарь Когда человек умирает, он даже не может дышать Он сроднил Он умер, поэтому его невозможно было оставить с людьми Поэтому его похоронили Его поместили в пещере Но Иисус пришёл к Лазарю даже до гроба И сняли камень с гроба И Иисус сказал Лазарю Лазарь, выйди вон Тогда смерть, которую держала Лазаря, начала трястись от страха Чей это голос? Это же голос Иисуса Если Иисус поглотит нас, тогда мы все умрём Поэтому, пожалуйста, отпустите его быстро Если Иисус разозлится и поглотит нас, тогда мы все исчезнем Даже смерть, которая держала Лазаря, ушла И тогда Лазар воскресе, и он вышел, тогда её сёстры так радовались Будет такое время, когда мы будем рассказывать о смерти Я думаю, если пройдёт тысячи, десятых тысяч лет, и если никто не увидит смерть, тогда многие не будут знать что это Я думаю, что в то время мы будем рассказывать, что было на земле и будет интересно нам Но как смерть убивало людей И так как вела нас, чтобы мы гнили в гробе Знаешь, самое важное, что даже Иисуса они хотели убить Иисус три дня находился в гробе Знаешь этот гимн? Да, Господь мой Иисус, Он находился в гробе и ждал наступления утра Наш Господь Иисус Да, и обещанный день был через три дня И три дня Он находился в руках смерти А на четвёртый день утром Иисус победил смерть и вышел из гроба Иисус воскрес Закон делает смерть Да, и закон грех совершает, делает смерть Иисус победил грех и победил смерть В тот момент, когда Иисус был распят на кресте и умер Написано, что многие люди вышли из гроба И написано, что после воскресения Иисуса они вошли во святой град Действительно, наш Господь побеждает смерть Иисус победил смерть Иисус победил смерть Иисус победил смерть Теперь эта смерть ничего не может делать перед Господом Если мы поехали в Провинцию Хавондо Там была одна улица Неизвестно, по какой причине в этой деревне было очень много змеев Может, природные условия были необходимы и хорошие для змеев? Но в этой деревне очень много змеев размноживалось Если люди выходили на поле, тогда раз в день хотя бы их кусал змей И люди не могли из-за змеев жить в этой деревне Порой даже в спальную комнату змеи заходили На кухню заходили Да, по какой-то момент очень быстро стало размножаться змеи И многие люди начали умирать из-за укусов змеи И жители деревни думали, что мы не сможем здесь жить, поэтому надо уйти отсюда Они оставили хорошие дома Оставили хорошее поле И все начали уходить из деревни Люди собирали вещи, чтобы переехать И один буддийский монах пожилой вошел в эту деревню Спросил, что случилось? Просто здесь так много змеев Поэтому мы не можем здесь жить Тогда буддийский монахт сказал Неужели из-за этого вы только уходите из этого хорошего дома? Ну здесь же змеи, как мы можем здесь жить тогда? Тогда надо бороться со змеями Как это мы можем убрать змеев? Очень просто Правда? Говорю же очень просто Ну расскажите, как это просто Послушайте меня внимательно В каждом доме держите свинью Пускай свиньи у вас живут А что, свинья будет ловить змеев? Не надо спрашивать, делайте как я вам говорю И каждый дом купил себе свинью и они держали у себя А, и когда змея появлялась, тогда свинья кусала посреди и просто убивала Когда свинья кусает, оно разрывается пополам И свинья очень хорошо ела змеев Как появляется змея, сразу свинья туда бежит И потом змея кусает свинью Но поскольку у свиньи сало, даже ядовитые змеи когда кусают Да ей нипочем И когда змеи появляются, свиньи сразу нападают и кушают, поэтому они толстеют И тогда змеи перестали приходить домой То есть, где просто держали одну свинью Змея ничего не может делать против свиньи Потому что я сам видел, как свинья ловит змею Знаете, змея ползет, эта свинья подходит так И прямо посередине его кусает Тогда змея делится напополам И тогда начинает доедать И очень интересно, как она делает Змея ничего не может делать против свиньи И эту деревню назвали Хэээндон Хээ первое это символизирует свинья Это что за ин, это милость, это значит по милости свиньи Это деревня стал живым Это действительно реальная история, поэтому даже есть такое деревня Если есть свинья, тогда можно поставить свинью и тогда будет все решено А смерть перед Иисусом ничего не может делать Если приходит Иисус, смерть остается только убегать Иисус умирает на кресте, он очистил смерть Он очистил грех и победил смерть Да, сейчас у нас есть смерть в жизни Но будет время, когда Иисус поглотит смерть Да, конечно, странный параллель, если будет сравнивать смерть с свинью Но змея ничего не может сделать против свиньи А смерть ничего не может сделать перед Иисусом Поэтому там, где Иисус, смерть всегда убегает Мертвый лазер нас воскрес И сын мертвый мертвый тоже воскрес Поэтому, когда Иисус умер, они вышли из гроба После воскресения написано, что они вошли в Святой Град И многим показали, не видясь Да, конечно, мы сейчас видим, как люди умирают Но Иисус победил смерть А придет день, когда Иисус просто поглотит смерть Тогда больше вы никогда не увидите смерть Вы не сможете увидеть смерть И тогда мы будем говорить раньше, когда была смерть Когда мой отец умер Или когда мой брат умер Об этом мы будем говорить И это действительно станет такой историей, как сказкой То, что Господь победил смерть, это действительно удивительно И Евангелие Матфея именно об этом нам рассказывает Он победил смерть Он смог победить все необходимое, чтобы победить смерть И когда он заходит в Святой Град и вечно живем Спросит, мама, что такое смерть? Смерть символизирует умереть А что такое умереть? Человек умирает А как он умирает? Когда стреляешь в него, он умирает Из-за болезни умирает Из-за старости умирает Что, если человек сыграет, тогда умирает От выстрелов писали, он умирает Мама, я не понимаю Такое время настанет Очень хорошо, правда? Время, где не будет слез, не будет смерти Иисус создает сейчас такую жизнь Спасибо До новых встреч До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok